Венгрия требует от Вашингтона объяснений по поводу запрета на въезд в страну для ряда венгерских чиновников и бизнесменов. В США заняли жесткую позицию. Главу венгерского МИДа в Вашингтоне, вопреки протоколу, встретил не его коллега, а заместительница госсекретаря Виктория Нуланд. Переговоры были длительными, и по их итогам не было сделано никаких совместных заявлений. Я заявил заместителю госсекретаря, что мы всегда открыты для консультаций по конкретным проблемам, для конкретных решений. Но есть одна вещь, которую мы не можем принять. Мы не принимаем возражений или вопросов относительно общих демократических подходов и демократических ценностей нашей страны. Речь идет о венгерских чиновниках, связанных в первую очередь с коррупцией в рядах налогового ведомства. Хотя Вашингтон не называет имен, намерения Белого дома, по словам нашего корреспондента в США, очевидны. Администрация Обамы уже давно выражает недовольство венгерским руководствам, а теперь получается, что терпение лопнуло. Сигнал таков – исправляйтесь или ждите последствий. В Вашингтоне обвиняют венгерское правительство в попустительстве коррупции. Считается, что схема ухода крупных и средних компаний от налогов широко известна, но никто с ней не борется. «Правительство в последние несколько лет получало много сигналов о коррупции в руководстве налоговой службы, не только от меня, но и от многих других коллег. Я внес свой вклад в эти разоблачения, но никаких последствий это не имело», – сообщил нашему корреспонденту бывший налоговый полицейский Андрош Хорват. Именно с него эта история, по большому счету, и началась. Он полгода назад обнародовал документы, показывающие, как его ведомство мошенничало СНДС, что вызвало скандал в прессе. По его словам, документы были изъяты полицией, однако никаких дальнейших последствий это не имело.